Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На улице плюс 12, сухо, и такая сушь должна продлиться еще дней 10, если Гесметио не врет. Значит, надо срочно задевать приготовление сырокопченого бекона. Я на канале уже показывал сырокопченый с виски. Тот засаливается сухим способом, условно сухим, потому что соль в сухую, пряности и добавляется в виски. В таком виде, ну, дальше по стандартной схеме. Этот кусок хочу засорить мокрым способом, со шприцеванием. Правда, ребра в нем не нужны, я их отделю, они пойдут на гороховый супец. Рассол стандартный ГОСТовский, плотностью 1,87 грамма на сантиметр кубический, содержание нитрита натрия в нем 0,05%, сахара 0,5%. Все пропорции я даю из расчета приготовления рассола с нитритной солью с содержанием 0,5%. Если у вас другая соль, ну, пересчитывайте рассол самостоятельно. Я пользуюсь для расчета рассола очень удобной программой, под андроидом. Написал ее какой-то энтузиаст. В плей-маркете ее, по-моему, до сих пор нет. Ссылку на страницу автора ищите в описании. Там же вроде она и в формате таблицы для экселя есть. Все бесплатно. Сразу же смешаю соль с сахаром для натирания куска. Опережая вопросы. Вся эта рецептура взята из справочника голубасного технолога под редакцией Роговой товарищей. То есть, она абсолютно соответствует ГОСТу. Сок у меня весит 1450 граммов. Рассола у него надо вогнать, где-то 40-50 процентов от этого веса. Если у вас такого шприца нет, берите в аптеке самый здоровенный, с толстыной иглой. Перенатереть солью и в пакет. Вот так. На сегодня я возню закончил. Продолжу приготовление завтра. Впрочем, продолжу приготовление. Это как очень амбитезозно, звучит. Завтра нужно будет просто залить этот кусок рассолом, который я сегодня приготовил. И все. Оставить его просаливаться в холодильнике на 5-7 дней. Вяленое мясо при мокром посоле получается гораздо более влажным, чем при сухом. Потому что при сухом посоле оно дает очень много сока и все. Этот сок потеряла. При мокром посоле оно какой-то сок теряет, но при этом мы еще и вовнутрь рассол загоняем. Да, рассол розовый, потому что в нем ребра всю ночь просаливались. Меня частенько спрашивают, зачем шприцевать, да еще и натирать сверху солью. Слушайте, я не технолог, могу только предполагать. Я инженер котл-реакторостроитель. По моим предположениям ситуация следующая. На производствах, на мясокомбинатах объемы изготовления этих деликатесов очень большие. Мясо шприцуют, то укладывают в чаны. В рассоле, который мы готовим, соли недостаточно для того, чтобы однозначно убить всякую микрофлору. Если будет соли много, мясо будет настолько соленым, что ее есть невозможно. А при укладывании кусков вместе в большие чаны, этих шприцованных, на поверхности куска, это важно именно на поверхности, может быть нежелательная микрофлора. Мясо может закиснуть. Чтобы на первоначальном этапе всю эту микрофлору убить, мы натираем большим количеством соли, то есть 4% снаружи. И соответственно за сутки-задвое на поверхности, а микрофлора может быть только на поверхности, соль микрофлора убивает. После чего мы куски мяса заливаем рассолом, промывая, не промывая, это уже по рецептуре все зависит. И в этом рассоле мясо уже спокойно просаливается 5-7 суток и не закиснет. Это мое предположение. Если я не прав, и если этот ролик смотрят технологи, поправьте меня, пожалуйста. Продолжаем разговор. Сейчас бекон нужно просто вынуть из рассола и не промывая, оставить его на просушку. На сутки, можно на двое, аж на трое. Смотрите, какая красота. Можно даже бумажными полотенцами промокнуть. Почему обычно я мясо из рассола вынимаю, промываю и оставляю на просушку, а бекон не промываю? В беконе много жира, много сала. Соответственно, оно более вкусное, как мне кажется, получается, чуть-чуть более соленое, чем мясо. К тому же сало хуже берет в себя соль, чем мясо. Поэтому мясо получается после такой просолки нужно промывать, чтобы немножко снизить соленость. А бекону это не требуется. Проколю иглой с ниткой, чтобы вывязать. Ну все, в таком виде отправляю его в холодильник на просушку. Перед тем, как отправлять в дымовую камеру, нужно, чтобы поверхность его была сухая, даже глянцевая немножечко. Кусок у меня подсох, и сегодня можно начинать копчение. Но для того, чтобы дым лучше ложился, чтобы цвет лучше получился, этот шмат нужно сначала прогреть. Согласно справочнику колбасного технолога, холодное копчение местных продуктов надо проводить при температуре 35 градусов. Вернее так. Коптить можно и при 18-20 градусах, но в два раза дольше, чем при 35. К тому же при более высокой температуре цвет лучше ложится. Температуру я здесь уже установил. Кущая, целевая. Примерно через час раскочегарю дымогенератор. Да, новички на канале. Камера самодельная, ролик на канале про ее изготовление есть, ссылочку ищите в описании. Одной загрузки дымогенератора хватает на 10-12 часов копчения. Единственное неудобство, если можно так сказать, треской, то на опилке самой мелкой фракции. 0,8-1,2 грамма. Но это, на мой взгляд, единственное неудобство. Зато во всем остальном сплошные плюсы. На Алиэкспрессе таких полно. Все, оставляю коптиться до вечера, потом проветривание и уберу в свою камеру для сыровяла, тоже самодельную. Копчение завершено. Дымогенератор полностью прогорел. Какая красота, смотрите. Цвет лег ровно. Аромат дыма, конечно, сейчас очень сильный и веский. Смотрите, и здесь все хорошо. И шкурка какая. Прям супер. Очень нравится, что получилось. Но, конечно же, часов 10-12 нужно дать бекону повисеть, проветриться. У нас сейчас температура 10 градусов, влажность около 73-74%. То есть идеальные условия для завяливания. Но днем, конечно, температура немножко повыше будет и, может быть, будет посуше. Поэтому завтра днем, с утра, я уберу бекон в камеру для сыровяла. Пусть там недельку, может быть, 10 дней повисит, провялится. Долгожданный момент пробы бекона. Пахнет совершенно замечательно. Он мягкий еще. Это вот основное отличие приготовления бекона в рассоле со шприцеванием от сухого посола. После сухого посола он все-таки жестче получается. Давайте смотреть, что внутри. Смотрите, какой. Ой, какая красота. Нежнейший. Видите, какое чудо. Запах какой-то тонкий. Тонкий запах копчения. Никаких вот этих резких дымных запахов, присущих обычно продуктам домашнего копчения начинающих коптилищиков. Они норовят получить такой темно-коричневый цвет, перекоптить. И поэтому получается кислятельная какая-то. Вот это прям очень хорошо. Чудесно. Просто чудесно. Слушайте, обалдеть. Вот мне нравится сырокопченый бекон, который солится мокрым посолом. Обязательно со шприцеванием. Получается очень нежный. И вот эта вот такая резиновость, присущая к сырокопченым беконам, такая вот классная, очень нравится. Так как я его нашприцевал, то такой бекон можно долго вялить. Он будет набирать вкуса, но он не пересохнет. Он очень долго не пересохнет, потому что он накачан рассолом. В меру соли. Вот в меру все идеально. Просто очень вкусно. Настоятельно рекомендую попробовать именно таким способом солить. Естественно, можно добавить пряностей, еще каких-то прочего. Но главная вот суть получения такой вот резиновости и вот этой вот сочности, я бы даже сказал, мокрый посол со шприцеванием. На этом с вами позвольте попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok